Всем привет! Этот влог, он сборная солянка из последних, скажем так, весенних деньков. И летнего первого дня, сегодня, 1 июня, я снимаю подводку к влогу, который вы сейчас увидите. Там вы видите кусочки из жизни моей, за несколько дней, там парочку дней были, в мае, когда мне захотелось снимать впервые за много-много времени. Приятного просмотра, эти чайки всякие летают. Вот, также вы увидите кусочки влога из этого дня. Надеюсь, вам понравится. Я давно, очень давно не снимала, и для меня это, скажем так, прорыв. Потому что желание есть внутреннее какое-то, да, снимать, записывать, но просто нет сил взять руки-камеру, телефон и начать что-то снимать, говорить на камеру. Как-то в последнее время мне это тяжело отдаётся. Рука устала уже держать телефон. Я как вырвалась из очарованного леса, из дома. Болела, ну, конечно, собака бежит, как обычно. Ещё одна, блин, собака. Ё-моё, почему я боюсь собак? Короче, я вырвалась просто из дома. Болела две недели с температурой, блин, постоянной. А тут весна оказывается, блин, на улице. И солнце. Конечно, сегодня 25 мая, и 21 мая холодно. Всё, 14 градусов всего. Ну, это очень такое, что было солнечко. Интересный факт. Когда стоишь в камеру, тебе кажется, что на тебя никто не смотрит. И ты и делаешь такое, и делаешь себе спокойно. А потом, как будто из неоткуда появляется куча людей. И все как будто на тебя смотрят. Да это просто какой-то молодецкий закон подлости. В общем, ладно, я не знаю. Снимаю впервые с такого странного ракурса. Наверное, мой третий как бородок прекрасно виден. Всем. Мне на самом деле плевать. Вот. Я сейчас следу, перехожу дорогу, и уйти, уйти, уйти. Машины пуска едут. Я, когда никого не будет, переведу. Поэтому хрен. И этому хрен. Меня просто бесит, когда я перехожу дорогу. Ну, или кто-то переходит дорогу, и водитель не останавливается. То есть он просто продолжает ехать. В общем, вообще. Вот. Так. Какая-то реклама. Пламентарий номер один. Самое смешное, что у меня есть два билета. Пламентарий номер один. И, не знаю, уже несколько лет. Не знаю, они вообще работают или не работают. Две проходки. И мы все никак не можем сходить туда. Так смешно. Вот. Да, погода неплохая. Погода неплохая. Господи, как на солнышке хорошо. Это просто какая-то песня. Просто сказка. Я, блин, реально не выходила практически из дома. Пару раз, может, выезжала. И это моя такая первая, не знаю, полчасовая прогулка. Я сейчас пройдусь, прогуляюсь, зайду в магазин. Хорошо. Одно моих любимых деревьев такая яблонка с красными цветочками. Сейчас покажу. Вот. С такими вот. Это еще бутончики розовенькие такие. И потом будут просто невероятной красоты розовые цветочки. Это я у себя во дворе иду. Сейчас еще пойду в магазин заведу. Смотрим, что там в магазине. Надо мне что-то, не надо. У меня все как обычно. Самое главное для меня не купить чего-то лишнего. Чем я могу обожраться за пять минут. Вот. Чтоб не было очередных срывов. Срывы меня, конечно, жутко бесят. Просто. Слово богу, давно их не было. Ну, как давно. Ну, пока болею не было. Потому что, блин, болеть еще и обжираться, это очень тяжело. Я на даче. Какой кайф. Первые тепло. За миллион тысяч лет. Я видео снимаю. На солнце даже прям жарко. Но я намазалась СПФ, поэтому должно быть все нормально. А теперь лови. Я тут с племянниками, с папой. Руками, руками лови. Кайфую. Мимо ворота. У нас три, а у тебя стоит. Ничего, я сейчас сравняю. Давай. Да видишь, угол свободный. Туда имеется, где свободный угол. Только мяч там не вставляй, а нужно просто бить с любого места. 4-0. Так, надо отыгрываться. Вставайте, Андрюс, на ворота. Разобью. Смотри. Да. Ух ты, обвели. Обвели. Яблоньки скоро зацветут. Будет просто красота. Вот эти яблочки. Вот эти, кстати, очень сладкие яблоки. Надеюсь, в этот раз их никто не пожрет. Я просто сейчас в офигенно классном месте, на карьере во Всеворске. Вот. Жара ужасная. Я вся вспотела, пока шла. Вот, по той дороге. Это Всеворске, получается, карьер. Раньше здесь добывали песок, а потом, видимо, докопались до воды. И все это наполнилось водой. Здесь очень красиво. Летом тут купаются. Да и сейчас, на самом деле, много кто купается. Да, сегодня, конечно, очень хорошая погода. Гулять просто сплошное одно удовольствие. Сейчас я дойду до водички. И все это засниму. А вон какой-то дом. Вода просто прозрачная. Тут еще так тихо. Прям кайф. Можно так прийти, посидеть, почитать, подзагорать. Я не особо любительница загорать. Но честно могу сказать, что здесь, конечно, кайфово. Очки, кстати, не мои. Очки я у сестры взяла. Потому что свои я забыла в машине. Рыба! Не знаю, видно вам или нет. Наверное, не видно. Тут рыба. Интересно, здесь можно рыбачить? Класс! Вон, вот эти такие штучки на воде. Как будто капельки капают. Это рыбки сверху. Что-то там клюют. Вон их как много. Просто много рыбы. Я такая, конечно, рыбачка. Люблю очень рыбалку. И везде хочу поймать рыбу. А где папа и дети? Куда-то пропали. Что еще рассказать вам? Северск хороший город. Я провела за все детство. И для меня это прям супер родное место. И, как ни странно, я на карьере никогда не была. Ну, на самом деле, он не так давно образовался, насколько мне известно. Надо почитать, кто идет в интернете, когда. В основном мы с папой, с сестрой, ну, с семьей, когда были маленькие, ездили на Ладогу. Это был кайф настоящий. И до сих пор я просто обожаю ездить на Ладогу. И там просто потрясающе круто. Мы, я думаю, поедем в ближайшее время с сестрой. Или я там поеду одна. Посмотрим. И буду. Ну, мы спускаемся. Давайте, а что вы там так долго? А здесь так хорошо. Ну, я туда не поднимусь. Здесь тоже прекрасно. Вот. И Ладога классное место. Так что жду не дождусь, когда мы туда поедем уже наконец. Мы собирались туда с подружкой и поехать к Исиновецкому Маякум. Там еще ресторанчик есть. Можно там отдохнуть, подусоваться, покушать вкусно. Всякие там шашлыки. Так, ладно, взяла в другую руку, потому что у меня уже устала, честно говоря, рука. Я очень люблю, когда вот такая тишина. Вы, наверное, слышите, потому что я довольно-таки тихо разговариваю и что действительно тут ничего не слышно. Птички поют. Просто кайф. И рыбки, рыбки. Просто там маленькие такие рыбки. Мне интересно, можно ли тут поймать вообще что-то стоящее, есть ли тут что-то. И можно ли тут ловить рыбу вообще, в принципе. Вот. Ой, рыбка. Кайф. Я, к сожалению, даже так издалека и не могу понять, что это за рыба, когда она такая малек. Какие-то... Самая жуткая для меня это насекомые, блин. Ладно, все. Я не знаю, видно их, не видно. Вон они где вот круги идут от воды. Это они там... Ну да, да, да. Я просто хочу заснять на камеру, а я не вижу, что я снимаю. А где эти круги? Вон их как много. Жалко, у меня нет... Хотя нет, по-моему, их видно все-таки. Просто очень много. Первый мой выезд на велике в этом году. Посмотрим. Надеюсь, у меня ничего не заболит. Я, конечно, ужасный блогер. У меня есть электронасос, который забыл от автомобильного аккумулятора. И я только что накачивала свои колеса. И я могла бы это заснять. Но я этого не делала. Так вот. Ладно, сейчас поеду. Ну вот, в общем, вот так вот я еду. по набережной. Конечно, снимать землем не очень кайфово. В том плане, что не очень важно и нужно. Ну вот я сейчас вам покажу, что у меня там сад. Видите, какой вид? Красота. Вот. Веду, качу. Ну и я садись. Качусь здесь. Норода, кстати, не очень много. И это прекрасно. Терпеть не могу, когда здесь много людей. Обычно здесь много людей в выходные. В выходные набережные лучше вообще не суваться. Только в будние дни. Такая ежа. Смотрите, какая красота. Рука моя мешает. Ну ладно уж. Потерпите немножко. Неудобно мне держать телефон. Так, снимать. Прокачусь немножко. И скажу о своих впечатлениях. Я доехала до такой точки, на который нужно потом переходить по лестнице. И это, конечно, уже для дальнейших моих велопрогулок. Потому что для первой туда далеко ехать, я знаю, что я просто очень сильно устану. Поэтому я сейчас, я сейчас поеду обратно. Поеду обратно. На самом деле такой кайф. Я поняла, что велопрогулки, кататься на велосипеде, для меня это не спорт. Это именно удовольствие. И как только я начинаю, точнее, как только я пытаюсь вложить вот в это во все смысл то, что да, это мне поможет похудеть, мне сразу перестает хотеться кататься. Вот правда. Это какая-то, не знаю, магия какая-то. Вот сегодня я выехала на велосипеде, потому что я просто ходила на велике. И это кайф. И я не хочу думать, что это поможет мне похудеть. Я просто буду получать удовольствие. И вообще я хочу от движения получить удовольствие, а не думать о том, что мне это поможет похудеть. Вот. Смысл ясен. Надеюсь, так и будет. Отъедешь и смотришь на такую красоту. Ветер, конечно, сильно не будет в сторону. Какая спортивная дамочка меня обогнала. Ей такая красотка. Но я ее на самом деле уделаю, если захочу. Кстати, единственное, что меня бесит сейчас, вот в погоде, такого, по-моему, в прошлом году не было. Просто куча пуха. Пух везде. Он залетает мне в глаза. Он залетает мне в нос, в рот. Ужас. Вот я сейчас остановилась. Так красиво. Так красиво, мне так нравится. И у тебя реально, конечно, удовольствие от того, что катаюсь на велосипеде. Такая свобода. Такая свобода. И еще бы, знаете, не было никаких проблем, не было работы, не было никаких дел. И я бы вообще никуда не торопилась. Сегодня у меня правда выходной. И вообще в планах у меня еще пересадить помидоры на уже свои законные места. Так что я надеюсь, что это тоже я засниму. Хотя бы кусочки. Для того, чтобы у меня получилось. У меня будут балконные помидоры. Посмотрите, какая красивая козявочка. Ну какая же это кошка. Как я ее люблю, козявочка. Боже мой, какая она красивая. Вот вы видите, сколько рассады тут помидорной. Я, конечно, это все на балкон не посажу. Я, может быть, двенадцать. Ну, где-то десять кустиков у меня будет. А остальное я отдам подружке на дачу. Вот. Ну что? Урчит. Урчит, моя детка. Урчит. Лапочки мои беленькие. Лапочки. Ну давай, да. Вот такая нежная кошечка. Такая нежненькая. Такая нежненькая кошечка. Так рада, что у нас она осталась. Пушоня тоже нежный котик. Сейчас покажу. А вот и Пушоня. Нежный, сонный кот. Проснулся. Я его разбудила. Разбудила этого красавчика. Ой. Какой же он красивый. Ну какой же он красивый. Ой, 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 ой. Пушоня. Какие у него глазки. Янтарные. Да? И лапочки тоже сладенькие. Лапочки такие вербочки. Вообще такой сонный у него вид. Прости, что я тебя разбудила, зайчик. Ну прости, ну прости. Ну прости. Так. Срач у меня, конечно, знатный. Притащила бутылки. Там еще есть. Которые копила, можно сказать, всю зиму. Земля. Лотинки, которые надо убрать. Конечно же. Которые я намыла. В общем, вот. Сейчас я буду обрезать кончики, верхушки, чтобы было, так сказать, такой огородик у меня небольшой. Я посчитала, мне нужно 12 бутылок, чтобы у меня там ровненько все влезло. Каждая штучка у себя в своем домике, скажем так, каждая помидорка. И может быть еще у меня есть большая одна бутылка. Может быть в ней тоже посажу. Все. Обрезала верхушечки. Сейчас наполню землей. Ну, вот, наверное, досюда. Да, вот досюда наполню землей. И потом посажу туда помидорки. И уже после этого досыплю сверху еще. Я хочу, чтобы было до верха, потому что все равно земля усадится. У меня уже был такой опыт, что я насыпала вроде до верха. Она все равно там из-за поливок из-за всего в половину становилась. И мне приходилось потом досывать. Поэтому я сейчас максимально до верха насыплю землю. Все. Готово. Мой огород с помидорами. Оставшиеся помидоры я отдам подружке. А это вот такая вот у меня тут красота. Я, конечно, предполагаю, что они будут большие, будут цепляться ветками. Я их потом немножко расставлю. Сейчас пока стройненьким рядочком у меня растут. Ладно, все. На этом я буду заканчивать свой влог. Мне кажется, я и так за эти дни вроде по минутке, по минутке, но наговорила на кучу времени. Ну, вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, в ближайшее время будет что-нибудь еще новенькое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok